Он подписал контракт с американской лигой, это супер мотивация, когда у тебя бои там, наверное весь Панджакен смотрит твои бои, это был хайп какой-то. Нет, за фараевы я слышал всегда, потому что это меня заряжает, а туда приехал драться. Они тебя приняли, только остались подписи. Я как бы электронно подпись поставила, а в самом деле... Саламу алейкум. Алейкум асаламу кавил. Как у тебя дела? Да, алхаммедленно, все хорошо. Смотрю, у тебя на переносице этот шрам. Да, нос сломан, не только нос, еще рука после боя, скоро будут новости. Понятно, давай, Камил, давай начинаем, первый вопрос я задам тебе, расскажи о себе немного, как ты попал в Россию и откуда ты из Таджикистана, из какого региона? Я из города Пенджикент, из Таджикистана, это я прилетел, приехал сюда 20 лет назад, 20 лет уже в Москве живу. Сколько тебе лет было тогда, когда ты приехал в Москву? Тогда приехал, у меня было 16 или 15 лет, где-то как. Ага, а до этого ты... Учился в Таджикистане. До этого ты в Пенджикенте занимался карате или нет? Да, да, занимался. А, ты там ходил? Нет, я занимаюсь, да. Я был совсем маленький. А почему карате? Ну, у меня дядя там карате сын был. Ага. Смен, да, его меня заставлял тренироваться, но и сам любил тренироваться. А в Москве ты у кого занимаешься? Именно под чьим руководством ты занимаешься карате? Евгений Петрович Озарев, один из лучших тренеров в Москве. И что он в сборных молодежь тренирует. Именно под чьим руководством. А по кикбоксингу там у меня еще есть тренер кикбоксинг там. Константин Анатольевич. И сам хожу к друзьям там, туда-сюда. То есть ты совмещаешь кикбоксинг, карате, как бы... На бокс тоже ходишь? Да, 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 да. Ага, отлично. Камил, почему, допустим, твое имя Хамариддин, да, на самом деле зовут? Почему Камил? Это у меня на паспорт Хамариддин, это мне дедушка дал имя Хамариддин. Это переводится, по-моему, как Белая Луна. А родители там, то ли папа или мама, там хотели тоже назвать Камилом. Поэтому вообще официально мне там Камилом зовут все, а так... Мало кто-то назвает меня Хамариддином. К Хамариддином, да. Давай еще к одному личному вопросу. У тебя был бой недавно, по-моему, перед Новым Годом, и ты вышел под музыку Захар Айуби. Это чья была идея? Твоя идея? Ты любишь музыку Захар Айуби или просто это был хайп какой-то? Нет, Захар Айуби я слышал всегда, потому что это меня заряжает. А туда приехал драться, то есть я приехал просто поддержать друзей. То есть у меня флаг пошло, потому что я попал в больницу, я лежал 10 дней в больнице, потом вышел, восстановился немножко, потом через 10 дней уже вот этот бой намечался. И друзья позвали меня просто поддержать, говорят, приезжает и нужен там, поддержка нужна. Я говорю, все, приеду. Приехал туда. А получилось так, что у одного соперник не вышел, то ли весь не смог сделать или еще что-то, или приболел, я не могу ничего сказать. И сразу мой менеджер там говорит, ну, ты должен подраться. Я говорю, ты же знаешь, я не тренировался, только, говорю, я из больницы вышел. Он говорит, ну, я верю, ты сильный, ты восточный там. Я уверен в твоей победе. Если даже, говорит, проиграешь, ты сам знаешь, мы тебя всегда будем уважать. Я говорю, я как бы не собираюсь проиграть, говорю, я сделаю все, что от меня зависит. Я говорю, все, всякое может быть случиться. Я еще был голоден. Я говорю, если хотите, чтобы я потрался, говорю, давайте накормить меня, говорю. Я делаю сразу в ресторан там. Еще тортики принесли, я поел. Я говорю, я теперь готов, говорю. Ничего себе. А музыку откуда нашли? И вот перед выходом они сказали, вот такой выход будет, и еще какой-то зарубежная музыка. Я говорю, не, не, я сейчас, чтобы настроился, я говорю, я должен слушать ту песню, которую я люблю. Они говорят, да, никаких проблем скинь нам, говорит. Я им скинул. Ничего себе. Да, прям это, прям на месте. Мы заранее не планировали. Я же говорю, за час я бой принял, за час. Ничего себе, молодец. И ты ж победил тогда. Да, да, да. За час я его вырубил. Да, 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 да. Я смотрел этот бой. Теперь это будет твоя постоянная музыка, или можешь менять перед выходом? Я думаю, что сейчас у нас планы очень много. Интересно, чтобы заинтересовать зрителей, да, и подписчиков, чтобы всем было интересно. Ну, возможно, оставлю, возможно, меня. У меня есть несколько вариантов, которые тоже очень заинтересуют всех. Ну, да, 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 да. Работаем над этим. Есть еще. Камир, откуда этот шрам у тебя, и как руку сломал ты? Где это? Расскажи немного об этом. Так, это в данный момент, на самом деле, секрет. Я сейчас, ну, у меня контракт с одной американской лигой. Скоро будет известно. То есть я первый боец, как бы сказать, американской лиги. По каким правилам? Тоже ММА, ММА. Молодец, поздравляю. И, пап, насколько я знаю, ты был в Америке недавно. Да, 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 я вот слетел, вот прилетел, вот так. С таким результатом, да? Нет. Ну, ты подписал контракт? Да, подписал на два года контракт, у меня хороший контракт, поддержка есть. На сколько боев или там не говорят? На четыре официальные бои, плюс еще два запасные, ну, там, на шесть боев контракт у меня. А гонорар или это в секрете? Нет, гонорар хороший, поэтому я туда пошел в контракт чисто. Ты можешь это озвучить или нельзя? Я думаю, нельзя. Ага, я понял. Теперь, Камил, ты ходишь на борьбу, подтягиваешь борьбу или как? Или куда ходишь на борьбу, если ходишь? Я вообще, смотрите, я же говорил, я по ММА на самом деле не планировал. Потому что я сам профессиональный каратес, я выступаю за сборную Тадикстан, всегда представляю Республику Тадикстан. Я участвовал на чемпионатах мира и во всех там чемпионатах Азии. Где бы я ни выступал, я выступаю за Тадикстан. То есть я в составе сборной команды Тадикстан по карате. Получилось так, что случайно это год назад пригласили первый бой, где я Бертужской соперника вырубил. Да, 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 смотрел, да. А вот это случайно я пошел, но мне было интересно показать себе, что каратисты тоже могут биться в ММА или по боям без правил. Ну, я уже как-то после этого уже пошло приглашение выступать по ММА, дальше продолжать. А у меня борьбы, соответственно, нету, я только в стойке. И вот сейчас где-то полгода или год я профессионально занимаюсь в стиле ММА. Там борьба, там бокс, в стойке, чтобы руки держал, может, низкие руки, там в стойке. Да, да, да. Ну, по возможности сейчас работаю на бетинг. А куда ходишь? Где ты подтягиваешь борьбу, там? К своему тренеру, там, по карате он стойко держит и тренер по кикбоксингу, который и бокс Константин Анатольевич. И параллельно хожу Эволви, если слышали. А, да, знаю, знаю. Я там занимаюсь, да. А с кем ты там встречаешься с ребятами, там, где очень много таджиков и эволю? Очень много, и они мне помогают. С кем ты стоишь в парах обычно там? Именно из таджиков? Я не выбираю там... А, тренер там. Нет, тренер один, да, мы один еще отрабатываем с ребятами. Ну, ты даешь именно акцент на борьбу, потому что в Америке очень хорошая борьба, если ты там будешь выступать, там могут попасть к тебе вольники, и это будет большая проблема для тебя, если там вольники попадутся с тобой. Мы тоже не из библиотеки вышли. Понятно, понятно. Молодец. Будем бороться, будем бороться. Хочет в стойке, в стойке. То есть, я не выбираю, я всегда буду идти вперед, всегда буду атаковать. Ну, иногда планы пропадают, вот столько готовишься, готовишься, в бою может быть все, что угодно случится. Ну, да. Не гарантированно будет победа или поражение. Ну, да, да, да. Планы показать свой характер, свой дух, что ты способен, не боишься проиграть или там, что тебя выребят. Ну, да, да. Ну, у тебя есть в планах там где-то выступить по боксу хотя бы, чтобы ты знал именно карате одно, кикбоксинг одно, а бокс другой. В ММА бокс очень тоже важно. Ты собираешься выступать по любительскому боксу, чтобы почувствовать себя именно в качестве, ну, этого, боксера именно вы? На самом деле, я уже выступаю. По боксу? Да, по боксу выступил, один раз выступил, я его вырубил тоже. Молодец, ничего себе. Я с тобой выступаю, что выступаю, это, это, любительский баян там по боксу. Сейчас скоро буду по кикбоксингу официально буду выступать, ну, профессиональный кикбоксинг буду выступать. Я бы сказал, что он будет выставлять. И там попробую, там тоже бокс хороший есть, там, и также любительский бокс выступаю сейчас в данный момент. Ну, пока я лечу сейчас, Рамазан, после Рамадана еще руки вылечу, иншаллах потихонечку начну. И хочу, помимо боя, официального боя, ну, я только могу по любительским выступать, а так я не могу профессионально где-то быть, помимо этой лиги. Не имею права. А так, любительским я имею право, поэтому я сейчас планирую провести бои по кикбоксингу и по боксу, технику. А по грэпплингу ты не думал, там, или по самбо, чтобы подтянуть борьбу тоже? Именно выступать на соревнованиях, по грэпплингу, я не знаю, по панкратиону там? Я понял, да, ну, пока нет. Мне надо хорошо вот научиться бороться, стойки стоять, а там, на самом деле, там не все просто, да, если через бросок сделать, с этим карьером можно было окончить, или как какой-то болевой. Это травмоопасно, на самом деле, травму можно получить, поэтому... Ну, в принципе, да. Чем ты занимаешься, помимо того, что ты тренируешься? Еще какая-то у тебя профессия есть? Чем еще ты занимаешься? Может, ты тренер как... У меня своя школа, я тренирую детей, у меня более 60 человек, учеников у меня есть, тренирую детей. Ученики уже чемпионы Москвы, чемпионы всероссийских соревнований, и международные есть ученики, которые... Это у тебя школа каратэ в Москве? Да, да, в Москве я тренирую детей. Угу, отлично. В каратэ. А к тебе туда ходят таджикские дети? Или там все вместе? Все, все. Это спортивная школа, поэтому я там с четырех лет и выше всех тренирую. Ну, у меня четыре группы, там маленькие, потом средние, потом еще средние, потом у меня сборники тренируются. Ну, так же есть ребята, взрослые, их отдельно тренируют по ММА. Начали мы, недавно открыли школу тоже по ММА тренируем. Молодец, вообще супер. Ты зал арендуешь? Да, 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 арендуем. Ага, я понял. Камил, когда у тебя бой? Вот в планах, когда? Ну, когда ты залечишь все травмы, там, когда мы увидим тебя в октагоне? Ну, если бы не травма, я сейчас должен был биться 16 или 20 мая. А я должен был биться. Ну, так как я не смогу, я думаю... Ну, жду информацию, как они скажут, сразу я заряжен. Заряжен, я готов всегда. То есть, твой первый бой пройдет в Америке? Прошел уже, прошел. Уже прошел? Да, да, да. Ну, информации сейчас еще, официальной информации нету, так как еще полностью контракт мы не подписали, но бой я уже провел. То есть, жду там, юридически, там, какие-то бумаги, чтобы потом, как только подпись в бумажках, ну, во всех бумажках поставил, у них там очень много бумаги, чтобы все подписать. Потом уже официально они говорят, что ты наш боец, и можешь общировать, там, можешь везде выкладывать. Ага, понятно. Ну, то есть, они официально тебя приняли, как бы они, ну, в словах они тебя приняли, только остались подписами. Я, как бы, электронно подпись поставила, а официально подпись на всех бумажках не поставила, так, которые самые важные я уже поставила. Понятно. Супер. В каком весе ты там выступаешь? 61. 61? Да. У тебя рост какой? 72. Метр 72? Да. Отличный вес, как бы для этого роста отличный вес, вообще хорошо. Это самый низкий у них 61, больше нету. Ну, да, 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 да. Там нужно 57, там начинается 61, потом и дальше. Легко тебе гонять это 200, или как? Очень легко, я даже смогу сделать 57, на самом деле. Ага, понятно, супер. Ага. Значит, после Рамадана, когда ты вылечишь руку там, уже, ты уже будешь знать, когда тебе назначат бой, да? Да. Подготовка будет в России или в Америке? Там же будет, где-то в Америке. Это не в России, это же американская лига, это они всегда там, где-то, ну, либо в Европе проводят, либо там, в Штатах. Как ты попал туда вообще? Кто тебе рекламировал или как-то, ну, посодействовал, как ты попал? В Инстаграме есть, ну, и сам отправлял заявку туда, но они до этого не видели. После того, как я отправил вот этот, вертушка, где вырубил, потом второй бой, и, ну, они увидели, потом сами вышли на себя, сказали, что им интересно, готовы со мной там договор заключить, как бы, и... Они на русском с тобой говорили или на английском? Нет, у них есть менеджеры, которые, ну, они сначала спрашивают, на каком языке, потом предоставляют там знающего русского языка. или там, ну, на любых языках, они готовы. Ну, да, да. Это организация на высшем уровне. Я не знаю, как UFC, но я бы сравнил, как UFC. Это Беллатор? Не-не-не, мы скоро увидите сами, скоро увидите. Это уровень... Супер, да? Да. Ну, обязательно. У тебя виза на 10 лет в Америке, да? Я извиняюсь. На самом деле, я буду первым таджиком в этой организации. Супер, отлично. Стория Таджикистана. Отлично, отлично. Это очень хорошая новость для таджиков, для Таджикистана, для твоих болельщиков это хорошая новость, кстати. Для твоих учеников, которые ты их учишь там, это же тоже престиж, потому что их тренер в Америке в самой там крутой организации, это очень хорошо. Осталось не подвести, иначе я вам сделаю все, что от меня зависит. Я смотрю твои фотографии в Европе часто, ты там выступаешь тоже, да? Да-да, я же по карате выступаю, я где только не был, везде я уже побывал на самом деле, по карате выступаю. В Таджикистане часто бываешь? Нет, как только чемпионаты, я на пару дней туда приезжаю. Там чемпионат, допустим, чемпионат республики, и они говорят, все, приезжай, я приезжаю, выигрываю, и я обратно в Москву. Молодец. Когда у тебя бои там, наверное, весь Панджакен смотрит твои бои. Да, Панджакен вообще поддерживает, потому что на самом деле оттуда не очень, да, много бойцов, которые, ну там, такие, уже вышли на такой уровень. Поэтому у нас поддержка очень хорошая и поддерживает, даже мне звонят там, у меня один там знакомый, не только знакомый, он мне как дяде родной, да и не как, ну, ему лет 50, он. То есть Панджакен практически, где каждый человек позволит. И тебя, говорит, во всех там, зайдешь в магазин, если там телевизор, в экран, я сделал так, говорят, то они уже видят, говорят. Да, 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 да. Молодец. Очень, очень много приятных моментов. Ну, Камил, вот, если честно, до того, как ты не выходил под музыку «Зафар Айуби», а тебя никто не знал, вот это тебе сделал популярным именно песня «Зафара Айуби». Да, да, да. Ну, я, на самом деле, я не знал, откуда «Зафар Айуби», на самом деле, потом мне очень многие из Куляба, ну, там, звонили, писали, там, «Сахара» такой, такой. Да. Кулябовский вот этот там сайт, инстаграм, они начали потом какой-то очень крутой сайт «Ахбор24» там показали, они выложили. И не только, очень многие блогеры, там известные блогеры там у себя добавили. Я даже знаю, я даже знаю одного блогера, он у себя в инстаграме даже включил вот эту музыку, песню, и именно, на самом деле он из Украины, он танцевал и пел эту песню. Да, очень многие, на самом деле. Вот когда после этого все начали спрашивать, что это за песня, ну, те, кто не знали, потом ко мне в Берег, там, завалились песни, вот это под музыкой, даже русский там, ну, очень многие, на самом деле. Ну, да, песня очень заводная такая, именно мотивирующая, мотивирующая песня. Эту песню я слушаю очень давно. Да, да. Ну, как говорится, как сам говорил Зафар Айуби, у него спросили когда-то, когда ты выйдешь из моды? Он сказал, если вот джинсовые брюки выйдут из моды, тогда я выйду из моды. Так что, Зафар Айуби пока жив, он будет всегда в моде. Надеюсь, он сам увидел. По-любому ему покажут, по-любому. Потому что мои менеджеры вышли на него или, не знаю, на кого, потому что это же нельзя песни просто так выкладывать в Ютубе. Авторские права. Да, по-моему, они вышли на него, мои менеджеры. Супер, вообще супер. Камил, подводим итоги. Что ты можешь сказать своим болельщикам, которые за тебя болеют? Что я могу сказать? Не сдаваться, идти, двигаться, все получится не только у меня или у кого-то успешных. Нельзя смотреть на нас. Каждый может. Руки есть, ноги есть, говорят. Лучше, чем сидеть, смотреть, можно тоже двигаться. Я же тоже начал, как бы, из того, как бы, я приехал вообще, работал грузчиком, да, и дворником работал. Не сразу стал я спортсменом или какой-то успешным там тренером, да. Да. Я начал с этого момента. Для меня не стыдно работать дворником и еще где-то. Ты в 16 лет приехал сам в Москву, без родителей? Я сам приехал с одноклассниками, я тогда не знал, как бы. Ничего себе. Я приехал, да, не зная русского языка, не знаю никого. Приехал и начал работать. И с этого начался. Я знал, что я хочу. Я хотел дальше продолжать спорт. Я четко знал, кем я хочу быть, да. Я не все здесь в дворник. Чтобы накормить семью, помочь родителям, я где угодно готов работать. Мне не стыдно, если даже человек мне скажет, что я дворник, от этого мне не становится там холодно или еще что-то. Мне вообще все равно. Я чисто готов кем угодно работать, чтобы помочь своей семье. И работал над этим, я не сдавался. Я даже закончил университет в России, закончил у меня диплом. Я на 5 закончил. Молодец. Образование у меня высшее. Закончил физические культуры и спорты. Здесь, в Руговке, в Москве, в России. Это самый один из лучших университетов, можно сказать. Ну, также и молодежь, и все могут, неважно сколько лет. Самое главное, здоров. Верить в себе, верить в Всевышнего. И не сдаваться, добиваться своего успеха. Все получится. Для этого надо сабр, время, терпение. Да, поехали. Кстати, я чуть-чуть добавлю от себя. Это вот те, кто нас смотрят, я это выложу на ютюбе, те, кто будут смотреть. Это очень хорошая мотивация. Человек, мальчик, который в 16 лет приехал в Москву, добился этого. У него свой зал карате, у него сотни учеников. Он подписал контракт с американской лигой. Это супер мотивация, которую нас смотрят. Даже твои ученики будут смотреть. Это для них очень хорошая мотивация. Я тоже пожелаю тебе успехов. Надеюсь, надеюсь, что об этом я буду первым знать о лиге, который тебе подписал контракт. И сообщу об этом первым. Пожелаю тебе быстрого выздоровления и вернуться в октагон. Удачи тебе, Камил. Успехов. Тожекистон. Тожекон. До встречи, Камил. До встречи. Алейкум вассалам, брат. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok